чтобы сделать лазуритный топор для начала нужен вот этот вот этот свисток мятежник чтобы его сделать нужно нужно кольцо кольцо мятежника по-моему она называется чтобы это кольцо получить нужно вернуться в глубины оси на тайный лес ну или можно отсюда идти также вот отсюда вот глубина оси на глубина оси на глубина оси на собственно вот здесь нужно идти а я покойник нет конечно в общем этих убивают и идем сюда вот где пятна крови есть чувак сидит английского большая обезьяна убила заходим вот в эту пещеру здесь будет стоять здоровенная обезьяна вот тоже самое собственно только только у нее бой начинается со второй фазы вот после и она с двумя полосками с двумя точками жизни после снятия первой точки появится вторая обезьяна который будет атаковать как в первой фазе вот ну кого из них первым убивать но я убил ту которая 2 появилась в общем убиваем эту обезьяну активируем вот этот идол лобова обезьян стража он называется вот и куда-нибудь варпаемся через какое-то время вот этот идол станет вот сереньким вот таким то есть я сейчас на нем сижу поэтому он серенький а так он станет сереньким если вы будете где-то сидеть там в другом месте вот этот идол будет сереньким но до сюда возвратиться но не на этот и было вот на я вот на тот возвращался на кстати тут будут два призрака но не ой идея я чувак ты не видишь я гайд записываю нет у меня сейчас убьет все-таки короче вот на этот касс так заблудился да вот на этот костер с этого костра и бегал тайный лес очень возвращаемся с этого костра возвращаемся обратно но смысле вот и там появится как он называется city man воин но этот который магию травит значит как его победить здесь что здесь уже видно будет я делал так я брал обмазывался успокаивающим средством потом наносил божественные конфетти и к этому моменту у меня еще есть вот такая вот фигня благословение унга и это благословение она снижает урон физических атома от физических но может это его не надо делать вообще говоря ну короче вот этого хватает успокоение и конфетти бежим сюда валим этого сети мэна он в принципе не сложный только надо спамить быстро подбежал побил побил клонился уклонился побил 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 у него две фазы вот после снятия первой фазы снова применить божественные конфетти и успокаивающие средства и снова он появляется он спавнится всегда вот в этом месте от костра он заперемещается и вот в этом то есть как только он исчезли бегите вот сюда как отсюда еще сбегите туда сразу пока бежите он заспавнится ну и все в принципе он несложно и вам дадут кольцо а теперь пойду делать этот топор собственно да еще для этого топора нужно как она уж там называется ртуть ртуть не ртуть так сейчас покажу подожди вот гремучий ртуть это очень редкий материал потому что видите у меня всего дофига артути три а и лазурит да еще лазурит же забыл блин лазурит нужен лазурит чтобы получить лазурит нужно делать так но это все доступно я так понимаю после вот дворца первоисточника я еще там в этом дворце был и практически везде кроме во первых надо попасть вот эту к этому вельможа живущего в горшке как к нему попасть значит у меня та локация правда сейчас лагать будет жутко ладно я попробую показать вот вы дошли до этого костра который называется место для любования цветами здесь кстати фармить очень офигенно здесь два моба внутри на вот этих по 500 падает двоих там что за углом стоит один это вот так вот тремя сюрикенами убиваем сна прячемся то есть с двух с двоих 1060 падает из этого 1000 падает 2100 за 31 минуту значит дальше надо брать и плыть вон туда ну правда вот этот вот на дереве который тут дядька молнии кидается его надо убить потому что он не даст поплавать плыть надо вот туда примерно тут нервнуть так шишишишиши шишиши не тот что я забыл заблудился слегка что сюда вроде куда-то на меня а вот лежит чё-то еще не взял логал поману я уже блин чё-то заблудился где-то вроде здесь нет не здесь кстати карпики плавают которых убить можно если спрятаться они спавнятся если вы спрячетесь в кустах спрятаться вот так чтобы экран потемнел отсюда вот и сидите в кустах ждете пока он заспавнится но вот это только ребёшку надо убить сначала вот заспавнится карпик вот только его надо это надо не гоняться за него так вот сесть и сидеть и ждать когда он рядом будет поплывать надо просто его тыкнуть разочек все вот так примерно так вот спрятаться и и ждать и он где-то здесь спавнится должен ну и и здесь потому что ну вон они два плавают ну где-то короче тут надо спрятаться они где-то их места спавна одинаковые всегда еще можно попробовать снизу к ним подплыть у меня получалось убивать снизу они вроде не палят если снизу подплываешь так сейчас не получилось ладно я не могу найти проход проблема сейчас найду продолжу рассказ вон нашел и короче проход сейчас всплыву это короче где получается вот здесь вот это дерево на которой этот молниеметчик стоял а вот это вот забот затопленная крыша тут короче вот вот здесь надо нырять ну я почти правильно полу чуть-чуть сбился на и вот тут есть такой вот проход сладок заплываешь и тут здоровенная рыбешка рыбешка плавает плавала сосуде нету вот так не опасная но когда начнет атаковать надо так вот пробел нажимаешь и короче цель задача вот сюда вот плыть со всех ног пока она жива вот все проплыли так вот проплываешь проплываешь кнопки правильные на нажать вот дальше судьбой я я вообще-то не туда иду я иду уже дальше тема у без здесь короче идол дворец вот это я уже иду к месту кормежки ну ладно я покажу мост кормежки раз уж шла такая пьянка здесь идет непонятные создания здесь семечка лежит в этом сундуке 9 говорят 10 на этого 9 нашел еще кстати не поменял он потом надо возвратиться вот сюда вот но у меня тут cfps ну конечно все по на записи проблематично но в общем я не знаю сейчас я допрыгнул туда или нет вот так нам делать вот так и потом вот сюда спрыгнуть надо точно лагает жутко влады году то вот сюда и не сюда сразу вот сюда потом сюда тут спрыгнуть тут идол который называется место кормежки карпа просто место кормежки вот дальше тут дядька вот здесь будет стоять с ним нам поговорить потом подойти сюда дернуть колокольчик появится табличка с двумя надписями покормить и покормить там что-то еще потому что есть два вида корма вот такой вот ценный корм которых много у вас будет ну там два может три у меня пять было и два вот таких будет ценных форм они не называются одинаково только описание разное 1 1 1 корм далее ну собственно в поместье хирата как он называется тот чел короче которого вы первого встретили поместье хирата вот драконий источник там первый корм берется второй корм даст здешний как его назвать-то рыбак сейчас я попробую показать как тому рыбаку пройти нет сейчас не даст не до рассказал в общем дергаете за колокольчик появится табличка вы отдаете ему два вот этих корма просто два ценных корма больше не надо два ценных корма кидаете потом подходите вот к этому человеку человеку разговариваете с ним и он он дает за это две рыбьи чешуи ну за каждый корм если три кинуть или больше он ничего не даст ну то есть даст два по моему и все и скажет типа не надо закармливать рыбу то она пожиреет и все будет плохо вот но перед этим перед тем как сюда попасть надо сходить сначала активировать вот этот вот у вельможи живущего в горшке сейчас я покажу как ему попасть в общем от этого от костра первоисточника надо идти я уж честно грей сам-то не знаю как я попаду с таким фпс конечно туда ой 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 в общем надо искать водопад по-моему вот этот самый водопад нужен это вот самая верхняя точка этой локи здесь дверь будет кстати почему она зайка то до сих пор я же вроде открыл или не открыл еще вот ну вот это вот самая верхняя точка вот здесь вот справа водопад на этот камушек так запрыгиваешь так вот становишься и вот зацеплялка на нее надо зацепиться блин ну собственно это получится с какого-нибудь раза не но если фпс нормально получится сейчас вообще печаль дичь происходит на записи с фпс почему то ну вот так вот вот да славе жиж собственно тут врагов нет больше ну вот эти вот твари но их все прыгаешь и здесь вот и вот здесь он будет этот вот вон он у меня мертвый но он здесь он будет все с ним говоришь несколько раз он дает еще один ценный корм собственно вот этот вот этот на котором будет написано это сразу видно потому что поистине драгоцене сразу не по номеру как он покрыт волосками 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 вельможи из дворца живущего в горшке страстно хочет стать ближе к совершенству этот корм вот когда вы будете разговаривать с карпом он будет вторым сверху то есть первым будет корм того исхерата потому что как их идентифицировать по другому я не знаю если вы не запомнили как персонажи зовут нигде в описании этого ценного корма не указывается чей именно это корма они одинаковые их перепутать можно очень запросто поэтому отдаете а я попробовал отдать сначала вот этого чувака корм что происходит при этом при этом происходит следующее оба этих чувака умирают вот этот вот этот из хераты если сюда возвратиться если вы отдали вот этого второго корм сюда возвратиться то здесь будет лежать вот этот материал один лазурит один так кстати когда вы к нему придете он он торгует этим лазуритом в наличии у него их два лазурита стоят они 6 чешуек то есть если у вас 12 чешуек есть вы покупаете два лазурита обязательно после этого если вы отдадите корм вот этого чувака карпу оба этих чувака умрут просто и этот и тот и здесь вот будет лежать третий лазурит если если отдать карпу значит ценный корм из херата здесь вот ничего не будет по моему может будет я не помню но что-то неважное даже если будет а тот из херата станет вот таким сейчас покажу а этот из херата превратится да в карпа вот и он будет продавать то что продавал тот то есть лазуриты и кусок маски оставшиеся но на него надо 12 чешуек у меня пока их только 6 и здесь вот будет лежать кусок лазурита здесь вот будет лежать кусок лазуриты еще один то есть два я купил и здесь вот еще один и это будет 3 кусок лазурита поэтому есть смысл отдавать вот этого чувака корм может быть конечно я дальше что-нибудь еще будет если того чувака отдать корму я не знаю там еще какая-то бабушка просила у нас чтобы мы избавили вот того чувака, который у кормушки стоит и вздыхает по поводу, где же мой карп значит а, но это еще не все ну точнее говоря это уже все, это уже хватит для апгрейда топора но есть еще одно место после того, как мы все это проделали возвратитесь вот сюда водопой обезьяны стражи и вот здесь на поле боя а, ну вот он собственно наш карп и здесь будет лежать здесь будет лежать короче, какой-то ус будет лежать не могу его найти где он во, большой блин вот, большой белый ус безценный белый ус взятый у великого карпа хоть великий карп и может жить бесконечно долго и у вас можно добыть убив его кое-кто будет этому весьма рад один при этом почувствует облегчение от того что выполнили поручение другие радости от того, что исполнили их желание аааа понял короче, этот ус можно отдать вот тому чуваку который у кормушки стоит за это он даст божественное он повздыхает повздыхает ну и только и даст за это божественное как она называется почему не по алфавиту тут, ну блин ну нафига ну не найдешь ничего вот, вот не, не это короче, лечилку какую-то которой у меня походу нет нифига которые ну хилка которая восстанавливает все здоровье одну штуку а может не одну ну по-моему одну вот но есть еще один персонаж который бабушка которая нас просила ааа ну как бы она просила освободить того мужика чтобы он перестал вздыхать по этому карпу и типа занялся делом бабушка это вот здесь сидит правда вот этот хрен ходит еще где-то вот вот эта бабушка если я отдать божественный ус я не знаю что будет но ну да я посмотрим наканила вакимон дес сошь то кассы сон на и на кани а нет значит это не ей а кому уже божественного судовать тогда еще написано что можно еще кому-то отдать но этого я не знаю я думал этой бабушки надо отдать но видимо нет надо еще поискать все теперь я иду делать лазуритовый топор то есть вот это вот ртуть я не помню сказал или не сказал вот эта ртуть она падает гремучая ртуть она падает вот с тех вот пушкарей которые с пушками которые находятся в локации глубина асина ну там где я там где тетка с ружьем дамажила вот с них они падают я после не знаю 10 попыток сумел 3 штуки нафармить все после этого вы делаете вот эту вот дрянь мятежник потому что кольцо у вас есть вот эту искру пурпурного тумана на нее по-моему надо как раз вот эту ртуть 2 2 или 3 штуки но остального там на это на это по-моему ртуть не надо и собственно лазуритовый топор вот и этот топор он мне вот этот искровый топор вообще понравился но лазуритовый он вообще наверное имбад должен быть знакомому потестить я даже не знаю где он налагать не будет попробую но допустим где-нибудь хотя здесь конечно блин я даже не знаю у меня видеокарточки не тянет не ну собака конечно пробовать что ну здесь вроде сносно на здравильнике наверно на том надо попробовать вот на этом почему я упал потому что этот стреляет зачем перебить придет всех да ну короче вы поняли сами попробуйте меня сейчас тут с таким фпс завалят просто все идите короче на хер о о о о о Поехали! Блин, что это? Кто придумал переключение целей автоматически делать на движение мышки? Какой мудак, я извиняюсь. И главное, не уберешь никак. Ладно, короче, если вы досмотрели до этого момента, я вас поздравляю, давайте.